Послушаю у Невзорова. Путин говорит, мы согласны на переговоры, если вы выведите все войска, не будете вступать в НАТО и не будете слушать, что вам говорит Запад. Слушайте, ну, сначала вы отжали территорию, так? То есть такой план развития, Путин. Ты приходишь в соседнюю страну, отжимаешь часть территории через референдум, так? Так, довольно долго, честно говоря, этот референдум, нахуй тебе нужен? Приходишь и говоришь, я Путин, я царь планеты. Что сказал, так и будет. Всем отжаться, всем взять в руки паспорта. Если не возьмете в руки паспорта, всем отрубаю кисти рук. Вот, и все, это намного, просто минуты и все берут паспорта, никто же не хочет без рук ходить. Да, и все. Потом, значит, говоришь, ну, вот этой армии, которая находится на своей земле, говоришь, отойдите в свою армию, берите, и, значит, будете плясать под мою дудку. А почему я? Ну, потому что я, как бы, имею большую территорию, я сотрудничаю с террористами. Вот, Хамас же, это ты? Ты бомбил, ты разгромил 7 октября кибуцы, правда, с мирными жителями? Это ты был. Везде, где есть терроризм, это часть твоих денег, часть твоих налогов, часть твоих этих оральных действий, анальных действий. Ты сосешь, тебя ебут, это у вас какие-то сексуальные отношения. Вот, Северная Корея, Иран, Сирия. Ну, получается, ты, плюс терроризм, плюс огромная территория, плюс оккупация этих земель, а там же растут дети, там же растут мальчики, и эти мальчики завтра будут нападать на следующие территории. То есть, зачем брать людей из глубинки или там из Москвы? Возьмем те оккупированные части. Сегодня Золкина видела Донецкую область, он уже пошел убивать украинцев, ему 23 года. Он ничего не понял, он только родился, и ему сказали, вот оружие, вот 200 тысяч, иди убивай. Получается, завтра ты захватываешь больше территорий с Украины, еще больше, еще больше. Потом ты идешь на Польшу, правильно? Потом еще дальше, дальше. И каждый раз воюет та территория, которую ты захватил. Вся остальная территория говорит слава Путину. Продолжение следует...